спасибо большое я приветствую вас дорогая церковь знаете каждый раз когда выхожу понимая насколько это большая привилегия то что господь доверяет знаете хотела говорить об одном на сегодня господь побудил меня говорить совсем о других вещах так как у нас 2012 год год плодоносности бог побудил меня говорить о том без чего плодоносность наша как христианин вообще нереально господь побудил меня говорить о наших взаимоотношениях с ним давайте мы коротко помолимся склоню головы отец небесного благодарим тебя за то что ты здесь на этом месте почти у нас своим присутствием папочка мы так дорожим когда ты приходишь господь мы такие какие мы есть господь и ты каждый раз просто ждешь нас ждешь чтобы вновь обнять дать свою любовь менять наше сердце господь больше ты хочешь чтобы наше сердце но принадлежала полностью тебе господь и мы открываем свое сердце для того чтобы слышать твой голос господь мы хотим чтобы ты делал то что ты хочешь делать в нашем сердце во имя иисуса христа будь прославлен возвеличен на этом месте и превознесен драгоценный господь наш отец сын и святой дух аминь я назвала это слово наполняйся богом и святе этому миру знаете на самом деле если мы не уделяем время общению с господом мы не можем нам нечего отдавать этому миру абсолютно нечего потому что когда мы приходим к богу мы приходим обычно разбитыми да разбитыми у нас нет стержня у нас нет сокровища внутри когда мы каемся перед господом господь обновляет нас изнутри он дарит нам свои подарки он подарил каждому из нас вечную жизнь аминь это настолько драгоценна и ты понимаешь что когда господь доверяет тебе так много он ожидает от тебя он ожидает что это дар спасения будет не только для тебя он ожидает и хочет изливать свою любовь на тех людей которые окружают нас аминь знаете когда я еще не была верующим мои родные помнят это время я верующих просто не переносила на дух я не могла слышать когда кто-то поет когда прославляет я постоянно ну мы жили нас многодетная семья мы девочками жили все в одной комнате и вот на тот момент уже покаялись три моей сестры и они ж такие горящие боги поют прославляют его а я не могла просто этого слышать я сижу учу уроки ну грубо им затворяю рот говорю я не хочу этого слышать я не понимала что что вообще происходит потому что ну вроде бы ну так безобидно просто поют песню ну что тут такого почему я постоянно грублю я могла это же юлю мою побить было время такое но я не понимала что со мной происходит но когда стала верующая я поняла то есть во мне жил не тот дух знаете когда мы не знаю бога нас раздражают верующие да раздражают разговоры о боге особенно там будь бласовен да сколько можно слушать это тот кто был в нас он противился богу и вы знаете когда сейчас мы знаем бога господь хочет использовать нас для своей славы он хочет приобретать новые души используя тебя и меня он не хочет чтобы ты просто наполнялся и наполнялся наполнялся и не изливал никуда знаете если взять букет цветов мы можем наблюдать как он раскрывается да когда он свежий но когда он постоит и особенно если ними не менять ему воду он начинает заваниваться точно так же мы если мы только принимаем от господа и не изливаем никуда это не отдаем мы начинаем в кавычках заваниваться на что приходит гордость приходит эгоизм потому что ты привыкаешь получать только 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 получать привыкаешь и господь хочет просто действительно двигаться через тебя меня и так важно так важно чтобы это было в нашей жизни чтобы господь двигался нашей жизни нам нужно быть его присутствием к сожалению не все понимают ценности этого некоторые могут просто проспать воскресенье или там четверг прийти только на проповедь но проповедь важно но есть еще очень важная часть это когда мы можем своим сердцем своими устами воздать богу славу и хвалу который он действительно достоин аминь потому что именно когда мы поклоняемся ему господь знаете когда бог приходит не надо даже слов потому что господь святый бог когда приходит святость и так становится все понятно господи прости да божьим присутствием мы можем увидеть свое сердце я хотела бы немножко затронуть некоторые аспекты они очень важны то что мы имеем находясь в божьем присутствии давайте откроем псалом 138 я прочитаю выборочные стихи 138 апсалом давида господи ты испытал меня и знаешь ты знаешь когда я сажусь когда встаю ты разумеешь помышления мои издали иду ли я отдыхаю ли ты окружаешь меня и все по пути мои известны тебе еще нет слова на языке моем ты господи уже знаешь его совершенно сзади и спереди ты объем лишь меня и полагаешь на мне руку твою дивно для меня ведение твое высоко не могу постигнуть его сама певец очень хорошо знал бога лично он очень часто бывал божьем присутствии воспевая псалмы хваляя его и он понимал что только в божьем присутствии он может меняться потому что он понимал что он несовершенен как каждый из нас да 23 стих говорит испытай меня боже и узнай сердце моё испытай меня и узнай помышления мои и зри не на опасном ли я пути и направь меня на путь вечный знаете этот стих он очень сильно отзывается вообще в моем сердце то что я понимаю что сколько я буду жить я не знаю сколько мне осталось я буду грешить я знаю как бы я я просто несовершенно если бы я была совершенно я бы не нуждалась спасителя не нуждалась был искупителя и знаете благая весть в том что каждый раз каждый раз когда мы согрешаем господь ждет когда мы обратимся к нему он любит нас настолько сильно он послал своего сына в этот мир который взял грех каждого из нас и понес пригвоздил на кресте чтобы мы были свободны от рабства греха испытай меня боже узнать сердце моё испытай меня и узнать помышления мои и зри не на опасном ли я пути и направь меня на путь вечный очень важно когда мы доверяем богу чтобы он направлял наши пути аминь можем присутствием и меняемся то есть господь плавит наше сердце он помогает нам освободиться от греха что мы еще можем получить это просто кладезь псалом 140 я прошу прощения псалом с двадцать седьмой седьмой восьмой стихи мы можем получить помощь и подкрепление божьем присутствия мы нуждаемся в этом аминь господь крепость моя и щит мой на него уповало сердце моё и он помог мне и возрадовало сердце моё и я прославлю его песню моею господь крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего только божьем присутствии можем в этом утверждаться знаете когда не общаешься с господом ты вроде и читаешь эти стихи но она тебя не особо касается но когда ты постоянно пребываешь с богом когда ты постоянно уделяешь это время чтобы пообщаться с ним приходит утверждение ты постоянно ощущаешь его помощь во всем во всем чтобы не было господь крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего каждое утро у нас на работе мы совершаем молитву о том чтобы господь он шел впереди нас мы нуждаемся в его видении мы нуждаемся в его откровении в его мудрости потому что например мы работаем с людьми и каждый раз люди самые разные не перестаешь удивляться насколько люди бывают и только господь дает силу дает мудрость найти выходить с разных ситуаций и я благодарна богу за то что он каждый раз когда мы обращаемся к нему он готов он готов дать свою силу свою поддержку подкрепления очень важный стих записан 83 сами 6 блажен человек которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе проходя долина плача они открывают в ней источники и дождь покрывает ее благословением даже в долине плача мы можем открывать источники если только наше сердце она прилеплена господу аминь еще одна вещь которым ты постоянно утверждаешься когда находишься божьим присутствием а то в его защите охране он дает подкрепление ты познаешь его как господа как царя как священника ты укрепляешься в его обетованиях очень часто и последнее время исповедую один стих который буквально он он оживает во мне это как слово рэма для меня он записан 54 главе исаи 17 стихом ни одно орудие сделано против тебя не будет успешно и всякий язык который будет состязаться с тобой на суде ты обвинишь это есть наше наследие это наследие рабов господа оправдание их от меня говорит господь давайте вспомним даниила сидраха месаха евдинага если так порассуждать смотрите они оказались в очень тяжелых обстоятельствах и если бы они не имели этих личных взаимоотношений с господом они не смогли бы пройти то что они прошли когда было издано повеление о том что все должны поклониться истукану эти люди они были твердо убеждены в господи они в сердце своем уже приняли решение что никогда до конца своих дней они никому не поклонятся кроме одному истинному господу и когда их кинули в печь мы знаем что плод этих взаимоотношений был то что царь царь новоходоносор когда печь открыли и он увидел что эти люди остались целыми что он сделал жив господь аминь и вот так вот может быть в нашей жизни это не только в библии мы можем встречать такие такие вещи это может быть в нашей жизни каждый день каждый день божим присутствием мы познаем бога мы восхищаемся его величием мы познаем его любовь потому что без любви невозможно любить окружающих знаю может быть это только у меня было но когда была неверующим не было очень тяжело любить людей по-настоящему сколько меня хватало как бы я любила людей но когда познала господа я поняла что такое настоящая любовь насколько она жертвы на насколько она отдает она делает все для того чтобы другому было лучше и и давайте прочитаем первое послание и она четвертую главу седьмого стиха возлюбленные будем любить друг друга потому что любовь от бога и всякий любящий рожден от бога и знает бога кто не любит тот не познал бога потому что бог есть любовь любовь божья к нам открылась в том что он послал в мир единородного сына своего чтобы мы получили жизнь через него в том любовь что не мы возлюбили бога но Он возлюбил нас и послал Сына Своего за умилостивление, за грехи наши. 16 стих 3 главы говорит о том, что любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души Своей за братьев. Полагать души Своей за братьев. Это не тогда, когда нам что-то удобно или что-то выгодно, это на самом деле, когда Господь что-то показывает тебе лично в отношении какого-то брата или сестры что-то сделать, это значит, что Господь, Он дал уже тебе все для этого необходимое. И знаете, иногда мы просто рассуждаем, Боже, надо это или не надо? Господь, ты сказал или не ты сказал? Ну, может быть, это сильно много, но это все, что у меня есть, лежит в кармане. Но Господь побуждает тебя. Он не просто хочет использовать тебя как свой канал, Он тебя хочет благосовить. Вы знаете, когда мы откликаемся на Божий призыв, Он очень быстро приходит. Во всяком случае, в своей жизни я не раз испытала, что когда Господь побуждает, ну, например, даже сеять, да, сеять именно финансы, Он очень быстро приходит. Когда я только принимаю решение отдать, Он приходит и благословляет меня, благословляет этого человека. Божия любовь нужна не только нам, но Он хочет изливать ее через тех, кто окружает нас. Я говорила уже, что если мы только получаем и не отдаем, мы ожесточаем свое сердце. Библия говорит, что весь мир, он лежит во зле, и что мы от Бога призваны к тому, чтобы нести Его свет, Его истину. Бог пришел и дал нам свой свет, Он просветил нас разум, наш разум. И нам необходимо просто пребывать в Иисусе Христе и хранить себя от идолов. А идолы, может быть, различные вещи. Для некоторых и телевизор идол. Знаете, недавно прочитала такую вещь, что тьма нужна для того, чтобы ты светился. Иногда, когда мы расслабляемся, нам так хорошо, Господь нас так благословляет, мы не хотим уже ничего делать. На всяком случае, мы берем какой-то тайм-аут. Господь просто, я верю, что это Господь делает. Он допускает такие ситуации, чтобы тебя просто выдернуть из этого состояния. Потому что, когда мы расслабляемся, мы становимся теплыми, холодными. И это приводит просто к деградации нашей. И иногда Господь просто нас вздергивает. У евреев есть такой праздник Ханука, и они его празднуют перед Новым годом. Восемь дней они празднуют. Мне нравится смысл вообще этого праздника, потому что он очень перекликается с нашим христианством. Иисус праздновал этот праздник, это праздник обновления. Праздник, когда Господь совершил чудо, умножение света в еврейском народе. В этот праздник зажигают 9 свечей. И он означает одно из значений, это победа Маковеев над греко-сирийцами. Это в то время, когда Иудея, она была под гнетом именно греков из Сирии. И когда это было время между заветами, ориентировочно это где-то 2000 лет тому назад было. И когда Иудея была под гнетом в Сирии и Греции, ей было запрещено праздновать шаббат, им было запрещено праздновать праздники. Вы знаете, что у евреев очень много праздников. Каждый праздник постоянно напоминает о каком-то чуде, совершенном Господом, для этого народа. Им запрещали даже зажигать минору. И что было удивительно, что даже в Божьем храме эти греки, они поставили свои идолы. Они пользовались тем имуществом, которое было освящено только для Господа. И вот Господь воздвиг Маккабен. человек, аббревиатура которого была «Кто подобен тебе, Бог наш?» И он малым количеством народа победил. Это греко-сирийцев. Иудея была освобождена, они зашли в храм. Первым делом, что они сделали? Они увидели, минору украли. И они сделали минору из более дешевого материала, но они построили новые жертвенники. И когда они искали масло, чтобы зажечь в лампадах, то нашелся всего лишь один сосуд. И на изготовление масла требовалось не меньше, чем неделя. И они зажгли из этого масла. Получается, что это масло, оно горело. Горело все восемь дней, пока изготавливались, изготавливаясь новое масло. Это было чудо умножения света. И вы знаете, когда Иисус, я просто сегодня перечитывала Евангелие от Иоанна. В 10 главе говорится о том, что Иисус, Он праздновал этот праздник. И в это время, в этот праздник обновления, Он был в притворе Соломоновым. Он проповедовал, ходил. И те люди, которые окружали Его, они начали наседать на Него. Ну, кто ты? Если ты Христос, то скажи. Так и скажи. Иисус тогда начал говорить, что вот Я есть Тот, Который избавил тогда вас, Который умножил этот свет, Который Я есть свет, истина, жизнь. И что Я пастырь. И когда Ему говорили, что ну скажи, что ты Христос, вы по плодам все видите. Знаете, это как бы прообраз для нас, потому что Иисус, Он действительно есть свет. Он зажег свой свет в нашем сердце. И Он хочет, чтобы этот свет распространялся. Евреи в этот праздник, они ставят свечу на подоконнике. Они не накрывают. И помните, Иисус как-то сказал, что никто не ставит свечу под сосуд, но ставит ее на видное место, чтобы она светилась. То есть Бог хочет, чтобы твой свет, он горел ярко. Он хочет, чтобы твой свет, он зажигал других. Но это зависит только от нас. Захотим ли мы этого? Аминь. В 11 главе 10 стихом написано, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. И что еще хотела сказать, что когда мы имеем этот свет внутри, мы имеем свет и мир Божий внутри, тогда у нас появляются силы прощать, прощать наших обидчиков, прощать тех, которые оскорбляют или проклинают нас. Знаете, в последнее время, заметьте я такую тенденцию, то, что те люди, которые пытались говорить негативные вещи, вернее, не говорили эти негативные вещи, сейчас я увидела, что эти люди, они страдают от этого. Потому что Бог как-то у меня, у меня поначалу так было тяжело это, Боже, ну такое и проклятие, и все, ну оно на нужне заслужено, Господи, и Господь меня просто успокоил одним словом, что незаслуженное проклятие, оно не сбывается, оно возвращается на голову проклинающего. И когда я увидела, что эти же люди через время, они страдают, они не понимают, откуда приходят к ним болезни, они мучаются, душевные боли испытывают. И я просто поняла, что за этих людей нужно молиться. Действительно, как Господь сказал, что молитесь за обижающих вас, благословляйте проклинающих, знаете, когда мы это делаем, мы отпускаем, во-первых, и у нас уже нет этого груза. То есть мы не ходим в обиде, какие-то разочарованные, подавленные. Мы ходим в радости Божьей, потому что Бог сказал, что радость есть подкрепление для нас. И для этих людей есть шанс успокаиваться, потому что они реально видят, что то, что они высвободили, оно абсолютно не касается. Потому что Господь сказал, что мы его помазанники. И еще хочу сказать, что мы не призваны судить, мы призваны любить. Зачастую мы иногда судим, не понимая, почему люди иногда так поступают, и мы начинаем просто в своем сердце, а иногда и устами своими судить этих людей. Но мы не призваны к этому. Мы призваны любить, мы призваны нести свет, мы призваны нести истину. И для этого очень важно хранить свое сердце. Четвертая книга, притч 23 стихом написано, что больше всего хранимого, храни свое сердце, потому что из него источники жизни. Как мы его можем хранить? Мы можем просто не пускать грех. Знаете, даже иногда безобидные вещи, которые нам кажутся совсем мелочами, они просто открывают дверь для дьявола. Дьявол может приходить. Нам нужно фильтровать то, что мы смотрим. Очень часто включаем канал, ну мы уже, и тут какая-то передача идет, такая, ну мы как христиане, нам не свойственно как бы ее смотреть, потому что мы понимаем, что это грех конкретно. Ты можешь переключить, а можешь дальше смотреть. Ну и что, в комнате никого нет. Вы знаете, может быть, это кажется безобидным, но это очень хорошо впускает дьявола в нашу жизнь. А дьявол, он когда приходит, он, понятно, он уже начинает хозяйничать. И очень важно, даже когда он посылает нам какие-то негативные мысли о себе, о других, то есть дьявол, он лжец. И все, что он может, это только лгать нам. Но если мы будем утверждаться каждый день в Божьей истине, нам очень легко будет с этим справляться, потому что дьявол не будет иметь места. Написано, что что в сердце человека, да, таков и человек. И нам нужно наблюдать за тем, что в себе несут наши слова. Когда мы говорим в чью-то жизнь, с каким мы мотивом это говорим. Иногда, знаете, мы даже не думаем, что наши слова, они осудили кого-то. Ну ты просто привык так говорить, и все. А на самом деле ты осудил человека. И это как для христиан, это ненормально. Аминь. Кто смотрел фильм про воду, вы видели, что правильное исповедание, молитва, да, если молиться перед тем, как употребить воду, вода приобретает правильную структуру, красивую структуру, такой снежинки, да. И вот представьте, каждый из нас, он состоит из воды. И что высвобождает твои слова в жизни этого человека? Господь сам, он уделял огромное значение своим словам. Господь не разбрасывается словами направо и налево. Исаи 55 глава, 10-11 стих написано, как дождь и снег не исходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно и совершает то, для чего я послал его. Аминь. Мы знаем, что весь мир он был создан словом, да? Господь сказал и стало, потому что в его словах была жизнь. И мы также можем либо нести жизнь нашим словом, либо наоборот разрушать человека. хранить свои уста. Давид очень красиво написал в 140-м псалме 3-4 стихом. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему и словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие. И да не вкушу я от сластей их». Сейчас в нашем мире очень часто происходят искушения, и человек приходит даже по работе. «Ну, давай, там обойдем твоего директора, я тебе просто заплачу, но ты же получишь еще больше, чем ты получаешь». И, знаете, каждый раз этот вопрос, когда звучит, слава Богу, что я давно в сердце решила, что я не буду так делать. То есть я не буду обходить моих директоров, потому что они дают мне работу. Но очень часто я сталкиваюсь с другими риэлторами, которые с других фирм, они не знают Бога, и они думают, что это нормально. Они думают, ну, мне директора и так много платят, мало платят. Ну, вот я буду потихонечку сам себе и зарабатывать. Но это грех. Это грех, потому что мы обкрадываем. Я уже сказала, что нам важно проверять свои мотивы и важно говорить истину, потому что послание к Римля нам говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И, конечно же, нам нужно искать Господа всем своим сердцем. Он уже сказал в своем Слове, что если мы всем сердцем зыщем Его, Он даст себя найти. Он намного ближе, чем мы думаем. Знаете, иногда, когда бывает, что-то сделаем не так, и ты огорчаешься, Господь стоит рядом и ждет тебя. Он протягивает тебе свою руку, и Он хочет поднять тебя, как бы ты низко не пал. Я знаю, что некоторые верующие, они сталкиваются с определенными проблемами, которые они не могут сами понести. Они начинают грешить. И причем через время уже ты смотришь на человека, что он вообще деградировал, хотя верующий. Знаете, если не будет взаимоотношений с Господом, нам очень тяжело с ним справиться. люди не могут бросить курить без Бога, люди не могут бросить пить без Него. Я знаю, что мой муж, он свидетельствовал, как он бросил пить. Господь просто сделал для него уникальное обстоятельство. Он говорит, я пил, и мне сразу, не успела я выпить, меня отключало. Раз, но он говорит, я не понял, ни с того, ни с сего. Второй раз, то же самое. Но и он понял, что конкретно Господь сейчас его освобождает. И слава Богу, он освободил его по сей день. Поэтому нам нужно, нам обязательно нужно проводить время с Господом, потому что без Него мы не можем ничего в этом мире сделать. Мы не можем даже свою жизнь наладить. Потому что, когда Господь приходит, Он есть Бог порядка. Аминь. Давайте мы помолимся. Господь, мы славим Тебя, Отец, мы превозносим Твое святое имя, Господь. Благодарим Тебя за то, что Ты открывал Свою истину, и Ты работал с нашим сердцем, Господь. Мы знаем, что уже все было сказано Тобой, но не все услышано, Господь. Помоги нам действительно то, что мы читаем в Твоем Слове применять на практике, Господь, потому что мы желаем, чтобы Твое Слово оно оживало и было ремой в нашей жизни, Господь. Боже, помоги нам быть открытыми для Тебя, чтобы Ты мог действовать в нашей жизни и жизни людей, которые нас окружают. Помоги нам меняться, Тебя, помоги нам больше проводить времени с Тобой, больше Тебя слышать, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, если есть что-то, Господь, что мешает еще двигаться через нас, Дух Святого просим, чтобы Ты показал, чтобы Ты обличил, Господь, потому что когда Ты показываешь, это хочется оставить, потому что Ты святой, Ты любящий, Господь, но Ты ненавидишь грех. Отец, Ты хочешь нас осветить, наше сердце, оно перед Тобою, такие, какие мы есть, Господь, коснись. Боже, я молю Тебя о том, о тех людях, которые, может быть, получили раны в своей жизни, которые были открыты, и проклятия других, они действуют в их жизни, Господь. Просто во имя Иисуса Христа разрушаю силу действия этих проклятий во имя Иисуса Христа. Я призываю Твою святую кровь на дух, душу каждого из нас во имя Иисуса Христа. Мы говорим, что ни одно орудие, сделанное против нас, оно не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с нами на суде, Ты обвинишь, потому что это и есть наше наследие, Господь. Боже, помоги, помоги нам, Господь. Мы нуждаемся в Тебе каждую минуту, каждую секунду, Отец, нуждаемся в Тебе, драгоценный, любящий. Слава Тебе, слава Тебе, Господь. Аминь. Слава Тебе,